Продолжение следует... Продолжение следует... Это наш основной инструмент, это терапевтирует клиента. Ни упражнения, ни техники. На курсе мы изучаем базовые принципы. Когда мы понимаем базовые принципы, смысл, нам не надо запоминать 10 тысяч деталей. То есть на курсе вы получите базовые принципы, то есть удочку, а не рыбу. И даже сегодня, и вот в процессе этих дней, в процессе семинара погружения в профессию психолог-коуч, мы рассмотрим удочку, а не рыбу. Кто пойдет в курс? Да, возможно, как будто бы будет тревога, хаос. Это нормально. Приведу пример с автомобилем. Когда мы учимся управлять автомобилем, вот такую картинку я подготовила, нам кажется, хаос, хаос, это нормально. Через два месяца появится структура, ясность. Также и у нас в профессии. То есть два месяца достаточно. Не поддерживаем инфантильную позицию свою и начинаем работать через два месяца. Это надо будет сделать обязательно. Стать мастером мы можем благодаря платной работе с реальными клиентами никак по-другому. Да, первая консультация платная будет волнительная, потом привыкнем, как езда на автомобиле. То есть со временем навык станет автоматический, но вначале будет сознательная компетентность. То есть волнуемся, но работаем, волнение пройдет. Также основной инструмент психолога, коуча, это он сам, наша личность, наша проработанность. Поэтому в обучении важно быть в разных ролях, в роли клиента, в роли психолога и в роли супервизора, наблюдателя. Особенно в роли клиента. То есть наш инструмент, это наша личность, наша проработанность. Чем больше мы сами проработали себя, тем больше мы сможем помочь другим. Никак по-другому. То есть основной инструмент профессионального коуча, психолога, это мы сами. Наша личная проработанность. То есть исцеляет наша личность, а не упражнения. Я вчера говорила, еще раз повторюсь, есть такое понятие, как архетип раненого целителя. За счет таланта психолога, за счет тонкой кожи, за счет способности чувствовать состояние других людей, за счет каких-то историй из детства у нас есть рана. Но когда приходит клиент, мы поворачиваемся к нему не раной, то есть не начинаем критиковать, жалеть, спасать, оценивать, конкурировать, а поворачиваемся целителем. То есть не раной, а целителем. Тогда мы сможем клиенту помочь, никак по-другому. Просто чтобы для себя вы это запомнили. Поэтому базово два месяца мы тренируемся выходить из бессознательных сценариев. Тренируемся друг друга не критиковать, не жалеть, не спасать, не оценивать, не конкурировать, верить в друг друга. И потом то же самое мы делаем с клиентами. Так, восьмой слайд открываем.